И всем привет, ребят, с моим Сторваникой сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен разговорной тематике. И сегодня я бы хотел вместе с вами обсудить новую обновленную аптечку, которая появилась у нас буквально пару-тройку дней назад в игре. Я, когда видел видеоблог 1 апреля и видел о том, что говорят, что у нас будет новая аптечка, сказал, что это скорее всего 1 апрельская шутка. Но тогда я не угадал, и уже через пару дней эта аптечка появилась на тестовых серверах и теперь уже вышла на основные сервера. Я, честно, не думал о том, что такое могут сделать, то, что аптечка будет отключать все возможные статус-эффекты и сейвить от них, но она появилась, и сегодня мы ее обсудим. Прошло уже пару дней, как я уже сказал, с момента выхода этого обновления, и я уже отыграл достаточное количество времени, чтобы понять и рассказать вам, как все это дело работает, что стало лучше, что стало хуже, и как вообще с этим играть и работать, да. Запикаемся сейчас куда-нибудь на фон, чтобы мы тут не просто в гараже стояли. Давайте возьмем какого-нибудь у вас по фреза и запикаемся условно куда-нибудь в штурмик. Покатать так чисто. Может, даже полный бой не будем играть, просто чисто покатаем. И вот что я заметил. Заметил то, что один корпус полностью убит, статус-эффекты с пробитием стали менее эффективными, статус-эффекты с подавлением также стали менее эффективными, эмми стало еще жестче, и то, что игра в матчмейкинге в какой-то степени преобразилась, да. Появилась новая возможность для тех игроков, которые больше разбираются в этой игре, появилась возможность придумать неплохие альтернативы, использование аптечки и получить из нее большую выгоду для себя. Ну и для тех, кто менее разбирается в этой аптечке, когда-то смогут себя дополнительно подсейвить, да. Но это больше обновление, наверное, для тех, кто больше шарит, больше шарит в игре и больше понимает, что происходит у нас. При прожатии новой аптечки. Насчет того корпуса, который убит, я уже даже записал отдельный видос. Скажу здесь также, что Хантера Овердрайв полностью становится неактуален против противника, который понимает, как работает эта аптечка, а те ребята, которые умеют ее пользоваться, просто имеют возможность отключить возможность работы качественного Хантера против вас. Насчет пробитий здесь все просто, как и подавление по типу молота какого-нибудь. То, что вы прожимаете аптеку в тот тайминг, когда по вам наносится эффект, статус. Ну, а Эмми стал ее еще сильнее за счет того, что вы... Ну, наверное, не всегда, да, то есть есть моменты, когда вас могут законтрить и прожать аптечку в тайминг, когда вы будете надамаживать противника, но в большинстве случаев Эмми не контрится. Да, то есть, если вы грамотно играете на нем, вы просто вжимаете свой... Вернее, не вжимаете аптечку, а... Включаетесь в работу своего эффекта, например, там, на условном гауссе на Тесле, да, либо там рельса условно с Эмми статус эффектом, и она отключает расходку и отключает возможность прожатия аптеки. Соответственно, новая аптечка не даст никакого не преимущества. Поэтому те эффекты Эмми, которые нерфили, они после выхода этой аптечки стали еще более актуальными, еще более жесткими, соответственно, иммунитетов от Эмми в матчмейкинге, скорее всего, станет больше. Но пробитие и подавление, наоборот, контрится, и есть определенные ситуации, когда я думаю, что ты получать будешь большую выгоду с контры за счет этой новой аптечки, да. А так, в общем и целом, конечно, мне как игроку, который понимает, как это дело работает, я, конечно, для себя получу больше плюс, наверное, с этого. Да, вот, например, сейчас даже вы видели, Харек прожал овердрайв, и у него по мне сразу сработало пробитие, я нажал аптечку, и все, это пробитие отключилось. То есть вы сразу его контрите. Да, то есть если вы в этом разбираетесь, то вы получите, конечно же, с этого больше плюс, а те ребята, которые в этом не разбираются, ну, они с этого ничего дополнительного и не поимеют. А насчет, 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 насчет аптечки в целом, да, то есть я думаю, что если бы такое бы обновление было бы пару-тройку лет назад, как это было с той аптекой, которая была у нас стандартно дефолтной, и потом она стала аптечкой, которая хилит только 1000 хп, если по вам наносится урон, а если не наносится, то наносится, то работает полная аптечка, да, то есть и многие были с ней недовольны, и говорили, что она полная шляпа, и то, что эта аптека там убила игру, но я с этим не был согласен, да, то есть и сейчас я думаю, что у многих примерно может быть такая же позиция, что типа мол, эта аптечка там все испортила, но на дистанции я скажу, что это наоборот дополнительная возможность более качественной отыгровки вашей, да, то есть и хоть какая-то дополнительная контра статус-эффектом, да. Единственное, что я скажу, это то, что с хантером надо что-то делать. Я считаю, что это полностью неправильно, то, что корпус, который находился, ну, не в самом идеальном и шикарнейшем балансе на данный момент времени в нашей игре, он полностью теряет свои качества овердрайва просто из-за того, что у нас в игру вводят аптечку, которая на одну секунду отключает все статус-эффекты, то есть ты можешь предугадать, либо даже увидеть, когда хантер будет прожимать овердрайв, и спокойнейшим образом его вконтролить и сделать так, что его овердрайв тебе ничего абсолютно не сделает. И, соответственно, надо что-то придумать, придумать какую-то альтернативу работы хантера, ну или же, если ничего у нас разработчики не придумают, то корпус, скорее всего, будет очень-очень малоиграбельным в матчмейкинге в целом. То есть его и сейчас, я бы не сказал, что много кто использует, а с вводом этого обновления, я думаю, что его будет использовать еще меньше. Понятное дело, что обновление с аптечкой только-только вышло, и многие игроки еще до сих пор не понимают, как это все дело работает, и как это можно контрить, и как с этим играть, но на дистанции, когда игроки начнут понимать, когда, возможно, посмотрят даже такие видеоролики, и поймут для себя какие-то определенные новые моменты, то научатся уже играть против хантера, поймут, как прожимать более грамотно эти аптечки, как контрить эффекты пробития, подавления, и уже хантер останется корпусом, который даже будет хуже условного хопера, который сейчас и то не совсем актуален. Поэтому мне хотелось бы верить в то, что все-таки хоречек у нас прибустят, да, и сделают, ой, хоречек говорю, хантер прибустят, и сделают его овердрайв, может быть, более универсальным, может быть, вообще, изменят работу его овердрайва, и внесут какие-то новые коррективы, но над этим надо работать, надо придумать что-то, да, чтобы это было полезно, и чтобы в матчмейкинге у меня лично, например, было желание взять корпус хантер, и понимать, что этот корпус реально может жестко навалить, и может зарешать безумно большое количество эпизодов, как это, например, можно сейчас сделать с паладином, как можно сделать с диктатором, как можно сделать с мамонт, да, если все это будет возможно сделать с хантером, то я запишу видос, покажу, расскажу, и скажу, что хантер реально жесткий и крутой, но пока я вижу, что с таким хантером, к сожалению, ничего не получится, ну и понятное дело, что пока что еще прошло чересчур маленькое количество времени, за эти пару дней я увидел только самые простые изменения и то, как можно использовать в нужном русле новую аптечку, также многие ребята еще говорили о механике, то, что можно его использовать за счет маленького кулдауна аптеки и раздачи аптечки на своих тиммейтов, то есть вы будете сейвить своих тиммейтов, пока, честно, не знаю, как это можно реализовывать, чтобы это работало реально эффективно, поэтому, наверное, ну я не буду ничего говорить, да, то есть про механик, не буду говорить, что он может быть хорош или он нехорош, да, то есть это надо, возможно, чтобы прошло немножко еще больше времени и чтобы, ну, чуть-чуть, чуть-чуть больше игроков, возможно, поиграло, да, и потом уже как-то все это дело протестировалось само собой, да, ну а пока впечатление такое, что один корпус точно полностью убит и то, что есть статус-эффекты, которые более актуальны, которые менее актуальны, да, мне бы интересно было бы узнать вашу точку зрения по этому поводу, что вы думаете, да, какие статус-эффекты для вас стали менее болезненными, какие более болезненными, да, согласны ли вы с моей точкой зрения, если не согласны, то напишите, почему не согласны, ну и что вы думаете вообще в целом по Ханта.ру после этого замечательного обновления, да, актуален ли он, не актуален ли он, пишите, будет интересно все это дело от вас узнать, ну и конечно же не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok